Приветствую вас! Сегодня мы будем работать в такой, наверное, самой распространенной и самой известной технике, как масляная живопись. Вы уже наверняка приходили к нам на мастер-классы, либо будете пробовать это впервые, но я уверяю вас, что это довольно-таки захватывающая техника, которая погрузит вас в мир живописи и ярких красок. Ну что, я приглашаю вас, начинаем! Итак, сегодня мы с вами начинаем работу в технике масла. Для этого нам подаем тут биться сами масляные краски, ткань, чтобы вытирать кисть, могут быть влажные салфетки, могут быть любые, разбавители, можно слабо пахнущие, можно даже использовать льняное масло, например, для работы, кисти разной толщины, мастихин, я взяла вот номер 19, и краски нам понадобятся травяная зеленая, зеленая, индийский красный темный, белила, охра светлая, кадмий желтый средний, краплак красный и фиолетовый, кобальт фиолетовый темный. Ну что, для начала мы сегодня будем рисовать яркий, очень красивый цветок. Для начала нам нужно сделать рисунок, наметить, где будет находиться наш цветочек. Ну что, приступим. Ну вот в центре, внимание, вы видите такой крупный цветок, тюльпан, по бокам у нас есть вот такие, менее распущенные цветы. Так, ну что, приступаем. Предлагаю вам начать с центрального цветочка. Для этого мы смешаем белила с кадмий красный темный и нанесем вот такой нежный розовый цвет. Будем работать в технике а-ля прима, то есть работу нам нужно выполнить за один сеанс. Конечно, вы дома можете это удовольствие растянуть несколько раз. Так, вот здесь я смешиваю больше, уже добавляю кадмий желтый средний. Серединка у нас будет кадмий желтый средний. Более оранжевый цвет у нас получается. Можно прямо взять. Яркий, сочный такой очень цвет. Потом мы идем более контрастный. Я беру прямо, не смешивая пока цвета, кадмий красный. Здесь мы используем более темный, краплак красный. Так, краплак красный и белила. смешиваю кадмий красный темный. Ну вот такую основу как бы мы с вами подмалевок сделали. Выполнили. Рисуем все через такие нежные переходы. То есть сделали, положили тон и потом растушим. растушевали. Положили тон и растушевали. Теперь желтые цветы. Сейчас я вытру немножко. Можно даже вот желтым смешать. немного серединку можно сделать поярче. Так, теперь желтенькие цветы. Берем прямо вот такой интенсивный желтый с белилами. так. Можно добавить немножко оранжевого оттеночка. и добавим такой кусочек, может блик такого желтого. И вот здесь вот у нас будет кадмий красный темный. наш цветок такой яркий достаточно. Мы его разделим просто на кадмий красный и краплак красный. Вот таким образом у нас получится такой некий подмалевок. теперь мы берем с вами кисть более тонкого размера. И можно чуть-чуть очертить края. Можно с добавлением фиолетового, чтобы немного показать край. такой. Но, смотрите, не прерывистым делаем, а где-то только вот чуть-чуть подчеркиваем. Это я делаю тонкой кистью, мягкой. Да. Можно вот эти лучики, сделать желтым немножко пройтись, высветляя как бы серединку чуть-чуть таким образом. Серединка, как вы видите, у нас с такими тычинками явными. Я смешиваю красный и фиолетовый цвет и наношу такие вот тычинки. Можно где-то немножко фиолетовым оттенить. Так, теперь наши вот эти цветочки. Я беру охру сверло и немножко добавляю тени. Немножко их оттеняю. Так, можно здесь тоже добавить чуть-чуть охры. То, что тут в тени вдвойне будет, немножко приглушаем. Так, теперь далее нам нужно вот этот зеленый фон сделать. Зеленый фон. Я использую не так много зеленых стен. Чтобы поменять цвет, вы обязательно окунаете кисть в разбавитель и тщательно ее вытирайте. Так, теперь мы берем с вами, начинаем от светлого пятна к более темным. Я беру белила, смешиваю с желтым и с травянистый зеленый. Вот у меня получился такой светлый оттенок. Это у нас будут светлые пятна нашей работы. И смотрите, я иду прямо сразу по всей поверхности работаю листа. Нанесли. Теперь берем, например, более темный оттенок, но не менее радужный тоже. И наношу таким образом. Лучше делать в разнобой немножко, у тебя пятна цветовые. То есть необязательно делать все одним цветом, одной цветовой гаммы. То есть поработали одним темным зеленым, пошли, набрали еще цвет. Пошли, еще набрали цвет. То есть постоянно пятнышки цветовые меняем. Желтый лучше цвет вывести на контраст. Вверх можно немного облегчить за счет светлых тонов. Но внутри, вот сейчас мы поработаем с вами, мы возьмем более тонкую кисть. Можно даже с фиолетом смешать. И внутри вот такие вот прорисовать темные пятна, чтобы у нас появился контраст и глубина наших цветов, в нашей картине. Здесь на данном этапе можно подправить рисунок. Где-то вот таким образом сойти прямо в цветок. Вот это может скорректировать. Музыка. 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 ну вот и когда у нас принципе почти что готова на нашу работу мы с вами может тут более светлыми пятнышками до направить как у меня будет более яркий дальше мы с вами берем кисть окунаем ее в разбавитель и у меня был вот такой вот оранжевый оттенок набран на кисть побольше белил такой более сочный цвет хотелось бы увидеть и вот таким образом широкой кистью мы с вами можем добавить таких цветовых взрывных пятен она может нам сделать работу более такой более экспрессивный добавить может быть где-то прибавить добавить еще контраста можно пройтись более темным оттенком с переходами как-то более контрастировать но это делать надо более до того как вы набрызгайте то что вот сейчас вот видите в этом случае у меня вот какие-то пятна уже могут идти ну вот таким образом получается у нас только можно более яркую серединку сделать более явно такую да вот такой у нас цветок получился ну что пробуйте если вот забыла вам еще сказать если вы хотите добавить каких-то белых вот ярких там пятен и у вас уже допустим работа практически завершена можно использовать мастихин особенно в работе или прямо на видите что я могу вот какие-то пятнышки высветлить и немножечко оживить нашу картину таким образом на такой какой-то некую живость придать листиков нашей картине ну вот такая работа у нас получилось работайте присылайте свои работы к нам в комментарии